Рабочий график парнояла. И, соответственно, что хотелось бы обсудить? В первую очередь, хотелось бы обсудить, что парноял, он хоть и стремится к какой-то цели, но не является приверженцем строгих правил, как и эпилептоид. Если для эпилептоида очень важно соблюдение каких-либо правил, и, как правило, даже он не является таким свободным творческой личностью, которые все эти правила придумали, как правило, эпилептоиды уже берут готовый воинский устав или какие-то другие вещи и соблюдают, так скажем, эти правила. Для парнояла правила могут плюс-минус варьироваться от, соответственно, его идеи. Таким образом, для него его рабочий график может как существовать в строгом порядке, так и, в принципе, не существовать. Только не как у гипертима, когда гипертим занимается какой-то ерундой. Парнояла рабочий график может быть не существовать, потому что он может быть на 24 часа, на 7 дней в неделю внутри своей работы. И делать просто на фоне этого нон-стопом делать все необходимое для совершения своей цели. Таким образом, ему даже не нужно писать, так скажем, список какой-то необходимых дел глобальным на сегодняшний день. Или, допустим, как у эпилептоида может присутствовать семья, дети, работа, учеба, список этих вещей. То у парнояльного может быть какой-то бизнес, какая-то работа. Посмотрите, там вот очень часто я, конечно, ну, то есть не изучал глобально Илона Маска, но те вещи, видеоролики, которые я видел, они рассказывают о том, что он там может ночевать на работе, спать на работе. И вот это поведение близкое парнояльному типу личности. И тогда ему не нужно строго в 9.00 обедать. В принципе, парнояльный может посчитать, что ему не нужно сейчас обедать. Или, увидев, что там удалась свободная минутка, и как-то процесс сейчас затормозился, допустим, к вечеру, когда все обычные люди пошли спать, парнояльный может остаться на работе и только тогда может поесть. То есть у него реально может еда присутствовать только в контексте какого-то свободного времени, когда он действительно, ну, в силу еще каких-то обстоятельств не может работать, он может только тогда принимать пищу. Поэтому рабочий график парнояльного состоит только из работы, как правило, или служению какой-либо его сверхценной идеи. Еще напомню о том, что вообще в целом суть различных парнояльных мыслей, да, или там парнояльного психотипа, это всегда наличие все равно какой-то сверхценной идеи, какой-то идеи, которая засела в голове и не покидает человека. И человек живет в контексте данной идеи. Если вам интересно больше таких выпусков, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, мне обязательно комментарии внизу, как вам прорабочий график парнояльного зашло или не зашло, про кого бы вы еще хотели увидеть подобный выпуск рабочего графика. А с вами был Крафцев Сергей, я жду вас на своих онлайн-консультациях, разумеется, в своем инстаграме. И да пребудет с вами здоровье!